Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive, оставленный выживать. Собираю все награды, все что есть, все ресурсы, строю заново. Так, зачем я топор построил? Ладно. Сам себя спросил, сам себе ответил, не знаю зачем. У меня даже по-моему герои, а может быть герои есть, но в принципе он не нужен. Так, сделать покупку в магазине, завершить экспедиции, дробовик, пвп и разгромить здание. Окей, хорошо. Плюс еще открыть ящики. О, это приятно, но на самом деле маловато, маловато. Но это в принципе на ежедневной основе по 5 пазликов выпадает, так что в принципе скоро выпадет полное оружие. Из приятных новостей в принципе у нас будет день труда. Так, ну что у нас здесь? До окончания 17 часов 30 минут. Так что надо зайти и посмотреть. Я на самом деле играл на сложном уровне, потому что, честно сказать, на безумие иногда не вывожу. То есть, хотя сейчас оружие проапгрейдилось, надо кстати проверить нет ли еще одного апгрейда на всякий случай. Да, еще одного апгрейда нету. Но можно заглянуть и на безумие на самом деле. По крайней мере пулемет проапгрейдился и в принципе как вариант он стал чуть-чуть сильнее, но не сильно. Слегка. Поэтому в принципе навряд ли мне это поможет. В общем, если проиграю, то проиграю. Золото тратить не буду. Зомби много, они мощные. Пулемет сейчас чуть-чуть помощнее. Это немножечко спасает. Но не сильно. Но не сильно. Каждый патрон на щиту, поэтому перезаряжаюсь. Сразу прям беру защиту. Так, а почему? А, я понял. Окей, хорошо. Поднялся и лег. Давай с тобой. До свидания. И ты не ползай. Вот здесь у нас проблемка начинается. Но вроде как и заканчивается, да? Хорошо. Ну, давай. Так. Непредвиденные ситуации. Непредвиденные ситуации. Неприятная. Так. Вроде с этим разобрались уже хорошо. Но сейчас, по-моему, кто-то еще такой серьезный выйдет. Вполне возможен даже танкер. Оставлю-ка я пока пулемет. И немножечко доберу здоровье. Окей, здоровье вроде почти полностью, да? Перезарядка. И сюда. Перезарядка. Срочная перезарядка. Со всеми молодыми разбираемся. И у нас теперь танкер. К сожалению, к сожалению, танкер подходит очень близко. Окей. С танкером разобрался. Повезло. Повезло на самом деле. Но, в принципе, не только везение. Еще немножечко аккуратность. Аккуратность. Немного аккуратности. Да ладно, я же ему в голову попал. Не? Разве это не так было? На всякий случай активировал аптечку, потому что немножечко испугался. Так, ну ладно, хорошо. Получилось пройти. В принципе, слегка пришлось быть аккуратным. А почему-то серия побед, смотрите. Ааа, я же не проигрывал. Я потратил золото, но я не проиграл. Поэтому серия побед не нарушилась. Вот в чем причина-то. Я что-то подзабыл про этот момент, что я золото на самом деле расходовал. Так, на всякий случай заглянем в предложение. Просто, просто на всякий случай. Вроде никаких праздников нету, но кто его знает. Так, халявы никакой нету. Выходим отсюда. Магазин ПВП пустой. Ключа нету. Там ключ бесполезный. Аптечки только. И гранаты здесь. Поскольку у нас будет день труда, соответственно, забираю ускорение. Они мне по-любому пригодятся. День труда у нас начинается через 19 часов. Практически через 20 часов. То есть завтра где-то часиков, наверное, в 5 вечера начнется. Плюс будет золотая лихорадка. Ну, бесплатные награды. Ну и плюс за 10 золотых, которые у меня есть. Ежедневно со скидочкой можно будет открывать ящики. Вдруг чего-нибудь полезное и выпадет. Сделать покупку в магазине я еще не делал. Соответственно, надо что-нибудь прикупить. А что у нас здесь осталось? Аптечки. Ну и, в принципе, наверное, еще. Да, больше у меня деталей нету. К сожалению. А так бы можно было еще гранаты прикупить. И еще прикупить аптечек. Так что, в принципе, деталей никогда много не бывает. Они тоже пригодятся, например, хотя бы вот для покупок в магазине. Так. Башню я прям сразу строю. Потому что... Вот так вот. И потом начнется апгрейд. Потому что, в принципе, за строительство в любом случае ничего не начисляется. Что бы такого можно было, наверное, проапгрейдить по-быстрому? Но по-быстрому, по-моему, не получится. Тут день и 10 часов. Это все равно много. Так что, в общем, запускать на апгрейд не буду ничего вообще. Поскольку у нас осталось всего-навсего 19 часов. Так что, буду запускать все на апгрейд, когда уже пойдет день труда. Пвп. Из дробовика. Разгромить здание противника и завершить экспедиции. Экспедиция завершается. Соответственно, это элементарно. Тут и говорить не о чем. Ничего интересного в экспедициях нету. Поэтому просто завершаю простые экспедиции. Чтобы забрать немножечко денежек на последующий апгрейд. Опять-таки, пулемет вот этот вот, когда выпадет, надо будет проапгрейдить. Поэтому денежка по-любому пригодится. Ну, давайте, выбегайте, все. И тебе давай, до свидания. Экспедиция завершена. Соответственно, денежку забираю и иду дальше в пвп и громить здание. Квест завершен. Отлично. Рейд на базу. Если попадется какая-нибудь серьезная база, можно будет пролететь. Ну, а так, в принципе, заберу авторейдом ресурсы, которые, в принципе, пригодятся на день труда. И у меня сейчас еще не полностью забита хранилка. Поэтому ресурсы по-любому нужны. Особенно, если я хочу построить несколько башен. Для того, чтобы апгрейдить ГЦ. А на ГЦ, опять-таки, нужно будет много ресурсов. На башне-то уже там по сотке, даже больше. А на ГЦ-то там все 300-400 нужно будет тысяч топлива. Поэтому надо аккуратненько-аккуратненько это все расходовать. И максимально набирать. Хорошо. ПВП. Что у нас по ПВП? Кто попадется? Нужно просто 3 фрага на дробовик и все. То есть, даже не обязательно выигрывать. Можно наоборот слить. Для того, чтобы когда начнется ПВП, потом... Можно было забрать какие-то награды побыстрее. А не проигрывать. Каким-нибудь суперперсонажам. Особенно, если там будут игроки с новым персонажем. Ну, я так полагаю, сейчас БОТ попадется. И, в принципе, благодаря этому я легко закрою задание. Почему бы и нет? Ну, да. БОТ. Три звезды. В принципе, неплохо. Не пять звезд. Что, в общем-то, приятно. Хотя, хотя. Даже так не очень хорошо, да? Мне-то нужно из дробовика, поэтому по-любому... У нее меньше урона сейчас. Хорошо. Ну, давайте вот небольшой сувенир. А теперь дробовик нам нужен. Хорошо. Один фраг есть. Еще осталось два. Ну, как я и говорил, выигрывать, в принципе, вообще не обязательно. Отлично. 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 На одной перезарядке уложил Карину. Перезарядка. И, собственно, пулемет отсюда вот. Отсюда пулемет, чтобы немножечко подснять у нее энергии. Энергии. Хорошо. Давай, Карина, выходи. Хорошо. Молодец. Еще давай сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было неправильно, Карина. Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Отлично. Все, три фрага есть. В принципе, сейчас уже не важно. Просто нужно быстренько с ней разобраться. Быстренько с ней разобраться и... И завершить. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. 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 Отлично. Отлично. Все. Главное, что опять-таки забрал награду. И осталось только открыть ящик. Но это, я так полагаю, чуть-чуть попозже произойдет, потому что... А, здесь еще награда какая-то есть. Было бы неплохо, если был бы ключик. Так, шикарно. Вообще, просто шикарно. Все прям как нужно. Все как надо. Аптечки, 8 штук. Ну, тоже неплохо, на самом деле, да? Неплохо, неплохо. Так, а что у нас в магазине турнира? Турниры. Там, на самом деле, ничего, потому что очень мало дается... Очень мало дается вот этих вот жетончиков там, да? Поэтому, в принципе, ну, накопить на что-то серьезное совершенно не получается. То есть, нужно очень-очень много энергии. Даже не важно. Ой, а вот это вот, по-моему, неприятно, да? Мне надо защищать кого-то из своих. Или нет? Или... Нет, я вроде никого не защищаю. Я вроде сам туда спускаюсь, да? Так, ну ладно. Прямо сразу включается. Перезарядка срочная. Он в капюшоне был. Прикольно. Всех, кто близко подходит, прям сразу вообще надо разносить, по возможности, чтобы... Чтобы никого рядом со мной не было. Чтобы рядом никого вообще не было. Так, 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 так. Давайте-ка немножечко... Перезарядка и обратно возвращаемся на пулемет. Все. Ну, пока, пока по чуть-чуть, по чуть-чуть вроде норм. У него, по-моему, еще будет один прыжок. Хорошо. Кто у нас сейчас? Танкер или подрывник? Подрывник. Ну, это, по крайней мере, норм. Сейчас будет пулемет. Очередной. Окей. Кто сейчас и где и откуда? Танкер. А вот это уже неприятно. Так, хорошо. Хорошо. Ну, все, отлично, ладно. С этим танкером тоже разобрался. И, в общем-то, довольно-таки неплохо. Он даже не успел подойти. Вообще, танкер неплохо снимает энергии. Он прям как-то, ну, чуть ли не одним ударом, да. Он, получается, замахивается, наносит один удар, и потом поскользящий продолжает и, ну, как бы наносит еще урон. Можно еще разочек зайти, как раз награда, возможно, будет, если я, конечно, пройду. Потому что, ну, танкер практически вообще на каждом уровне попадается. Есть, может быть, пара уровней, где более-менее там поспокойней, но в основном танкер практически везде. Главное спокойствие, только спокойствие и холодный расчет. Понимать, что делаешь, и пытаться всех уложить. Постоянная перезарядка везде. Чтобы было достаточное количество патронов. Чтобы всех уложить, и, грубо говоря, никто не наносил урон. Отлично. А теперь можно вот так вот. Как раз перезарядка. Один, второй и срочная перезарядка. Так, здесь у нас, по-моему, тоже будет танкер, если не ошибаюсь, когда мы развернемся. Или будут бегуны, прогуны и танкер. Вот как раз бегуны, это самый неприятный момент, потому что они быстрые. Их много. Огня нету, никакого барьера, никакой остановки. Вот это вот самое неприятное на самом деле. Так, ну давайте пулемет еще мне. Окей, хорошо, пулемет вернули. Пулемет вернули, и теперь у нас... Давайте назад в шахту. Не жалеем пулемет, он еще вернется. А вот зомби могут атаковать и снять всю жизнь. Все-таки небольшой апгрейд пулемета, даже небольшой апгрейд пулемета, уже, конечно, приносит какой-то результат. Пусть не супер серьезный, но тем не менее. Ну и главное стараться постоянно хэдшотить. Это максимальный урон. Максимальный урон, соответственно... Окей. Пока у нас как раз есть возможность на перезарядку. Делаю перезарядку и зарабатываю еще пулемет немного. Мне кажется, это уже... Я могу ошибаться, возможно, это не последний зомби. Возможно, кто-то еще выйдет. На всякий случай перезарядку везде делаю. Оставляем чуть-чуть перезарядочку и... Вот так вот. Ну, на всякий случай, я просто не помню, потому что здесь могли отойти назад и мог в танкер очередной выйти, поэтому... Ладно, этот этап был проще, чем предыдущие два, на самом деле. Но разнообразия здесь побольше. Ну, имеется в виду по этапам, по сложности. В принципе, если на своем уровне сложности и оружие проапгрейджена, то, в принципе, это труда особо не составляет. Но немножко-немножко волнительно. Слегка. Особенно зная, что в прошлый раз я чуть ли не слил эти раунды и потратил золото для того, чтобы продолжить игру. Автомат. Что у нас здесь? У нас будет новый, но... Пока-пока ничего такого. С винтовкой тоже. Вроде я ее улучшал, но можно еще улучшить. Хотя у меня... Ну, деньги есть, деталей нету. Детали я бы лучше, на самом деле, потратил сюда, на гранаты. Все равно еще заработаю. Ну, вот аптечки и гранаты, да. Даже не знаю, что вообще нужнее и важнее. Сто шестьдесят, сто шестьдесят. Даже двухста нету. В принципе, вот завтра еще проапгрейдится энергия. Можно будет еще залететь в турнир и как хотя бы на ключик заработать. Ключик все-таки полезная штука. Ну, либо на книжке, которая тоже, в общем-то, по-своему полезная. А в грейде героев все-таки нужно. А книжки зарабатываются очень тяжело. Что ж, вот такие вот новости с полей. Городской центр пока пятьдесят четвертого уровня. Нужно проапгрейдить. Получается... Получается около пяти-шести, наверное, башен. Нужно проапгрейдить для того, чтобы заапгрейдить ГЦ. Я думаю, как раз благодаря турниру День Труда я это благополучно сделаю. Вроде башен много здесь. Вот эта вот башня поначалу она будет давать всего-навсего 150 очков, потом 200 и так далее. Но времени будет занимать это все настолько мало, что мне хватит ресурсов для того, чтобы это все проапгрейдить, получить... Ну, поднять уровень силы базы и проапгрейдить ГЦ на следующий уровень. Я считаю, что это у меня сейчас основная задача, потому что мне нужно проапгрейдить оружие для того, чтобы все-таки в турнирах было полегче участвовать. Плюс в экспедициях тоже, чтобы было полегче. А это, собственно, в свою очередь ускоряет процесс. То есть быстрее проходишь уровни, меньше времени тратишь, что тоже необходимо и приятно, потому что не надо задерживаться на каких-то этапах. То есть это не будет так занудно и так долго, когда будешь проходить все эти уровни. Ну и на этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ждем с завтрашнего дня, когда у нас, собственно, начнется рейд на базы, благодаря которому мы будем... Мало того, что турнирные задания всякие выполняют, плюс в наградах будут бочки с нефтью. Ну, это приятно, потому что нефть будет как раз благодаря тому, что день труда начинается, очень и очень нужна. За ящики практически ничего не строится, только лишь некоторые здания. Вот, а теперь уж точно все. Всем еще раз спасибо за просмотр и до завтра. Видимо, до завтра. Вот, либо стримчик, либо коротенькое видео. Всем пока!